Около недели ученики 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов готовились к этому дню. Учили гимн, маршировали и репетировали, чтобы продемонстрировать самый главный сюрприз к празднику. Более 400 школьников объединились в единое целое, тем самым, как нельзя лучше отметив День Единства. После исполнения гимна нашей страны участники акции выстроились в составе в слово «Россия». Однако флешмоб – только часть праздничной программы, которая подготовлена для учеников 12-й школы. Во всех классах пройдут классные часы, посвященные этим событиям. В актовом зале у нас планируется большой праздник для учеников 7-х классов. Третьи классники и учащиеся 6-го класса пойдут сегодня на экскурсию в Одинцовский краеведческий музей. В общем-то, у каждого класса свое дело, свое задание, связанное с этим праздником. День Народного Единства – относительно новый праздник. К нему все относятся по-разному. Многие до сих пор считают, что 4 ноября приурочено ко дню Великой Октябрьской революции. Но молодое поколение воспринимает праздник уже по-другому. А зачем нужен этот праздник, как ты думаешь? Для того, чтобы люди поняли, что все мы одинаковые, не было никаких войн, все жили мирно. Чтобы все люди вспомнили, что они живут в России, и что они как одно целое должны ее защищать, помогать ей. Они нужны России. Этот праздник нужен для того, чтобы объединить многонациональную нашу страну в Россию. Потому что мы знаем, что на территории России проживает более 100 национальностей. Нужен какой-то объединяющий праздник, объединяющая идея для всех этих народов, чтобы в их сердцах заделся какой-то патриотизм и любовь к нашей общей родине. Это праздник довольно новый, но он очень важный для всех и для каждого из жителей нашей страны. Новый праздник до сих пор вызывает в обществе бурные споры. Но в этот день сильно увлекаться полемикой не стоит. Иначе какой же это будет День единства? Дарья Киреева, Леонид Бурдин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.